Татьяна Молокова Татьяна Молокова Как правило, неформальная занятость – это осуществление работы без оформления трудовых отношений, соответственно, без налоговых отчислений, отчислений во внебюджетные фонды. И, как следствие, гражданин, работающий в серой занятости, теряет свои права при достижении пенсионного возраста или при получении каких-либо налоговых льгот. То есть человек, который оформлен неофициально, это неформальная занятость, получает так называемые зарплаты в конвертах? Ну да. Больше, конечно, здесь касается тех, кто вообще не оформлен. Трудовые отношения с кем вообще не оформлены. В серой зарплате – это немножко другой вопрос. Это уже снижение налоговой базы, снижение налоговых отчислений, так скажем. Но эти люди в любом случае, если они не оформлены где-то на каком-либо предприятии, они в любом случае получают зарплату в конверте? Ну да, получают в конверте. И хочу сказать, что те люди, которые неформально работают при достижении пенсионного возраста, если они всю жизнь проработали на таких предприятиях, они не будут иметь права на пенсию. То есть с 2020 года необходимый стаж для выхода на пенсию – 15 лет официального стажа. Поэтому здесь нужно очень хорошо подумать человеку, прежде чем соглашаться на такую работу без оформления трудовых отношений. А сколько у нас есть статистика? Сколько приблизительно человек вот так вот работают? Приблизительно, по данным Чувашстата, у нас в республике 179 тысяч человек неформально занятых. Это 28% от экономически активного населения республики. И здесь хочу сказать, что если считать, что каждый человек из 179 тысяч получает минимальную зарплату, это 6 988 рублей, бюджет республики ежегодно теряет 6 миллиардов 267 миллионов рублей. Для сравнения хочу сказать, что в год на меры социальной поддержки через наше Министерство труда выплачивается 6 миллиардов 800 миллионов. То есть, вот если я вас правильно поняла, если бы эти люди получали хотя бы минимальную заработную плату, то бюджет получил бы 6 миллиардов рублей. И эти люди, которые работают без оформления трудового договора, они же, приходя в больницу, требуют, чтобы их лечили. Бесплатное медицинское обслуживание. Они, допустим, в какой-то степени отбирают, что ли, получается, эту медицинскую помощь у тех, кто правильно, кто хорошо оплатил. Кто оформлен, кто платит налоги НДФЛ, чей зарплаты организация платит взносы в внебюджетные фонды, в пенсионный фонд, в фонд медицинского страхования, в фонд социального страхования. А выделяя пенсию, они будут требовать достойную себе пенсию? Ну, достойной пенсии в таком случае, к сожалению, не получится, потому что права граждан учитываются индивидуально, в зависимости от полученного дохода и стажа работы. И здесь право на пенсию, если не будет требуемого стажа 15 лет, возникнет на 5 лет позже. То есть женщина в 60 лет, мужчина в 65 лет. Будет назначена государственная социальная пенсия, размер которой в случае недостижения прожиточного минимума будет доведен до прожиточного. То есть фактически этот человек снова за счет государства будет получать выплаты. Ну, скажем так, не за счет государства, а за счет добропорядочных работников. Ну да, через государство, за счет платежей от добропорядочных граждан. Есть ли какие-то данные, в каких отраслях больше всего регистрируются такие работники и возрастной ценз, меня интересует? Ну, в отраслях это, хочу сказать, строительство, торговля. По возрастному критерию это лица от 30 до 40 лет. Экономически активное население, которые, в принципе, имеют и силы, и желание работать. Почему так происходит, по-вашему? Владимир Николаевич. Ну, здесь, я так думаю, что есть два фактора. С одной стороны, имея опыт взаимодействия с государством, люди не верят, что, оплачивая сейчас деньги в пенсионный фонд, они, выходя на пенсию, эти деньги получат обратно. С другой стороны, есть другая сторона медали. Когда люди, наоборот, верят государству, то, что они сейчас, не оплачивая эти средства, смогут от государства получить пенсию в любом случае. А какая разница там? Вот вы сейчас провели данные, и фактически у нас уровень прожиточного минимума, как правило, он равен той пенсии людей, которые достаточно долго, 30-35 лет проработали. И фактически получится, что человек, который 35 лет платил налоги, получит почти такую же пенсию, который не платил налоги эти 35 лет. И, соответственно, смысла в этом нет. И вот возникает вопрос, как нам сделать таким образом, чтобы все равным образом оплачивали налоги. Здесь вопрос в системе. Я думаю, что когда 26% населения налоги не платит, это все-таки проблема не населения, а проблема тех правил, по которым мы играем. А какие правила? То есть все-таки здесь проблема в том, что все в основном обязательства были возложены на бизнес, в том числе функцию агента по оплате налогов за население. И 13% НДФЛ, и страховые фонды. Вот если мы с вами уберем часть оплаты по страховым фондам с предпринимателей и переложим их на граждан, то ситуация изменится. Во-первых, увеличится оплата НДФЛ, и надо все-таки посмотреть в тех странах, где устоявшаяся система пенсионная, как правило, предприниматели платят только 10%. 10% от фонда оплаты труда в пенсионный фонд. У нас же эта сумма всех страховых фондов составляет сейчас 35%. То есть это колоссальная сумма, и фактически предприниматель, не оплачивая полную сумму официально, он фактически экономит до 50% от фонда оплаты труда. 50% фонд оплаты труда – это фактически такая сумма, которая, может быть, составляет всю его прибыль за этот месяц или за этот год. И если он начнет ее официально платить, ему просто придется закрыться. Это реально такая ситуация. Я так понимаю, вы ратуете за налоговые льготы для работодателей и переложить ответственность по выплатам на самих людей? Существует уже практика в иностранных государствах, когда пенсионные накопления формируются из трех источников. Первый источник – это работодатель платит 10%. Второй источник – сам работник из своей зарплаты платит 10%. И третий источник – это дополнительные оплаты со стороны государства при достижении каких-то определенных показателей. То есть вот три источника формирования этого пенсионного фонда. Мне кажется, это очень идеально, потому что, мне кажется, не каждый человек, у которого есть возможность не заплатить, будет платить. Понятно, что работодатель вынужден заплатить, а обычные люди… Здесь ситуация какая? Здесь грамотно ведь надо посчитать. Если предприниматель будет официально оплачивать эту зарплату, то эти, соответственно, данные попадут в налоговую сферу. И налоговая будет уже непосредственно иметь базу данных, с кого будут взыскываться эти суммы. Ведь фактически причина неформальной занятости – то, что эти данные нигде не числятся. То есть и выявлять неформальную занятость очень сложно. И практически даже тех людей, которые выявили, потом в итоге заключить договор, чтобы они оплачивали, проследить это тоже практически невозможно. Светлана, как вы считаете, почему работодатели принимают на работу без оформления трудовых договоров, без оформления трудовых отношений? Почему у людей так? Ну, в основном, конечно, экономические показатели были высказаны Владимиром Николаевичем. Я бы не сказала, что категорично не принимают по трудовому договору. Или там не оформляют какие-то официальные документы для продолжения трудовой деятельности, взаимодействия с работником. И, скорее всего, мы говорим все-таки большее количество людей. Я представляю интересы общественного объединения предпринимателей. То есть большее количество людей, предпринимателей, законопослушные граждане. Давайте начнем с этого. То есть говорить категорично о том, что все предприниматели не оформляют. Как раз тот, кто оформляет, в общем-то, их, наверное, большее количество. Единственное, конечно, я вот здесь вот не согласна с цифрой, которая была приведена, что неформальная занятость — это трудоспособное население в возрасте 30-40 лет. Вы знаете, вот по моим наблюдениям, то есть действительно в реальном секторе экономики, все-таки это возрастная категория, именно вчерашние выпускники учебных заведений, то есть это среднеспециальных технических учреждений, ну, СУЗов, ВУЗов, да. Именно здесь больше, то есть это цифра давно омолодилась. Ну, мы опираемся на данный учебный штат. Да, я говорю о реальном секторе. То есть получается, с ними не проводят беседы в учебных заведениях? Да, действительно, тут, в общем-то, зреи в корень, зреи в ростке вообще происхождения этого показателя. Он же не так давно появился. Вообще, он был всегда. Ну, вот так остро, как сейчас стоит эта проблема, наверное, какие-то этапы экономических, то есть законодательных инициатив дальше. Может быть, действительно недостаточно в системе образования. То есть действительно, я знаю, что, например, преподаватели, я уверена, что представители и налоговых служб, и министерства, и министерства труда, значит, и занятости, и министерства экономического развития, вот действительно не проводят какие-то реликбезы именно среди вот того самого подрастающего поколения тех будущих работников в системе экономики, действительно, нашей Чувашской республики в целом страны. Вот здесь как раз, вот здесь вот надо зародыш вот этого перестройки сознания. Ведь многие не хотят именно с самого начала. На сегодняшний день законодатель, то есть государство, сделано шаги по инициированию лично с сотрудником или с простым будущим специалистом мыслей, какая у него будет в будущем пенсия. И в этом государство уже пенсионную реформу запустило. И вот эта система бальных начислений, расчетов, которые в онлайне можно рассчитать, это как раз шаги на будущее. Хочу обратить внимание, то что пенсионные реформы, к сожалению, у нас проходят слишком часто. Последняя пенсионная реформа была с 2010 на 2011 год. И раньше мы платили единый социальный налог, сейчас перешли на другую систему накопления, страховые фонды. Теперь со стороны правительственных структур слышится опять о реформе, переходит опять на единый социальный налог. Все-таки для увеличения доверия к пенсионному фонду хотя бы какое-то поколение людей, которые честно оплачивали свою заработную плату, и с них налоги оплачивали честно, должны получить эту пенсию. И вот когда они первые эти люди получат, пенсию, которая исходила из их заработной платы, в таком случае в целом доверие повысится. Пока таких людей у нас нет, и первое поколение, наверное, которое, если вот эта система доработает, возникнет лет через 10, наверное. Это лица, рожденные в 80-х, 70-х годах. То есть это будет через 25 лет. Вот поэтому, казалось бы, горизонт такой длинный, и те, кто сейчас в этом возрасте, в 80-х годах, кто родился, они фактически не задумываются об этом. Ну, могу сказать на своем примере. Я начала работу в 2001 году, за меня страховые взносы с 2002-го стали поступать, я выйду на пенсию через 20 лет. Вот. То есть фактически я увижу результат через 20 лет. То есть это и новая пенсионная реформа. Да. Вопрос такой. Вот мы говорим про неформальную занятость. Мы говорим, что оформляют, вернее, принимают на работу без договоров. И скажите, чья это инициатива? Инициатива работника или инициатива работодателя? Потому что ведь, ну, если тебе не предложат договор, наверное, ты так устроишься. Или работодатель думает, что, а, ну, давайте так попробуем, неофициально, чтобы не выплачивать. Кто больше? Ну, в этом смысле хочу сказать, что в ходе межведомственных рейдов, которые осуществляются министерствами и ведомствами, при разговорах и с работодателями, и с работниками, ответы часто звучат на вопрос, почему вы так работаете, такие, мне предложили, я согласился. Вот. Как правило, так. Ограничивают работодатели, своих работников в выборе. Ну, и вот сейчас активно говорили о стороне, как бы связанной с пенсионными выплатами. Но не нужно забывать о том, что работодатели, применяя вот эти зарплатные схемы, так называемые, скажем, тоже уклоняются от налогообложения. Они снижают свою налоговую базу, налоговое бремя. Но в то же время необходимо учитывать то, что налог на доходы физических лиц, он полностью остается в республике. То есть часть налога попадает в республиканский бюджет, часть в местных. То есть за счет этих поступлений реализуются республиканские, муниципальные, социальные какие-то вот выплаты, гарантии тем же самым лицам. То есть идет на медицинское обеспечение, на то же самое строительство дорог. То есть решаются вот такие социальные проблемы именно за счет пособий. Пособия, да, компенсационные выплаты. Это же все зависит от тех сумм, которые будут поступать в бюджет. Вот, ну, принимая вот такие условия, конечно же, одной из целей тоже является минимизация своей налоговой нагрузки. Поддерживаю коллегу. Действительно, говоря о неформальной занятости или о выплатах, или фактах, когда зарплата меньше, установлен законодательством норм, это как уменьшение наглагаемой базы, надо все-таки исходить из интересов территории нашей республики и муниципальных. Чем мы сталкиваемся, работая в районах? Или действительно, первое, что работники соглашаются или не соглашаются, когда им диктуют. Да, работодатели, в данном случае предприниматели те же, диктуют условия. Это факт. Значит, и вот это соглашательство приводит к тому, что территория, где это нарушение зафиксировано, меньше уже получает отчислений. Мы видим, когда общаемся с людьми, о том, что у них есть желание, и это законное желание лучше жить, иметь лучшие условия как транспортной доступности, как социальное обеспечение своих детей, школ. И мало кто думает, что именно их соглашательство на неформальную занятость или, будем так говорить, оплату по серым схемам, где усеченный вариант, косвенным образом влияет и значительно влияет вот на то, что они ожидают получить от государства. Мы говорили о том, что у нас работники не знают о каких-то пенсионных реформах, о реформах, да, о каких-то необходимых выплатах. Работодатели знают о том, что им нужно платить. Может быть, работодателей нужно учить, предпринимателей нужно учить, что это нужно делать, это нужно выплачивать, это идет туда-то, потому что вот там то-то, то-то. А еще вам грозит срок за то, что вы это не сделали. Есть такие? В рамках опыта общения с представителями организаций, в рамках комитетной работы, межведомственной работы, которая проводится между министерствами и в рамках министерства нашего, с чем сталкиваются? Первое. Работодатели и предприниматели знают. Видимо, вот это знание... На авось надеются. Совершенно верно. Ощущение складывается, если по-человечески, на авось. Вы не пришли, вы не указали о недостатках, значит, и живем, и работаем по этой схеме дальше. И опыт говорит о том, что когда мы фиксируем, да, и цель этих комиссий не наказать, а выявить... Предупредить? Предупредить и не допустить в будущем нарушения, и тем самым превратить серую занятость в легальную, зарплаты, чтобы были не меньше минимальных, а достойные или по видам деятельности, соответствующие средним, статистическим, значит, они спокойно соглашаются, то есть, оказавшись в ситуации, когда их мы выявили на этих комиссиях, значит, они берут, значит, все необходимые и делают шаги необходимые. То, что и говорим по результатам. Вот в прошлый год были проведены несколько заседаний, рассмотрены, ну и только по окончанию четвертого квартала около 116 человек были трудоустроены в результате этих действий. Это то, что доказано, и отчисления от пенсионного фонда. Ну вот у нас налоговые регулярно проводят рейды по выявлению неформально занятых. Да, вот результаты вот уже есть. За три месяца 2016 года сколько проверок провели, сколько человек согласились официально оформить своих работников? Или оформиться? Вы знаете, мы проводим анализ на основании сведений о доходах, которые нам представляют работодатели. Эта работа у нас планомерна. Она у нас началась по итогам представленных сведений за 2014 год. Была активно проведена в прошлом году и продолжается, как в продолжении этого года. Сейчас у нас идет обработка сведений за 2015 год. Мы уже будем составлять и актуализировать свои данные. И уже вновь выявленных тоже будем по ним продолжать работу. Но вообще в целом я скажу, что у нас в прошлом году мы провели более 2000 оперативных рейдов. В 75% случаев у нас подтвердились нарушения российского законодательства по различным основаниям. По результатам работы хочу сказать, что 844 работодателя заключили трудовые договора со своими работниками и 79 физических лиц, которые осуществляли деятельность без соответствующей государственной регистрации, зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Владимир Николаевич, к вам обращаются предприниматели, которые считают, что их налоговая незаконно обидела? Или нет таких? Или они все-таки понимают свою ответственность? Вы знаете, в сфере неформальной занятости по вопросам составления протоколов по этому направлению к нам со стороны предпринимателей нет обращения. Почему? Кстати, я хочу обратить внимание, дополнить выступление представителя налоговой. Все-таки советы налоговой носят рекомендательный характер. То есть, как правило, протоколы составляются, но однако они либо на очень небольшую сумму, поэтому смысла к нам обращаться нет. Ведь задача работы налоговой не в том, чтобы наказать, а в том, чтобы в дальнейшем предприниматели заключили договора и уже в дальнейшем периоде исчисляли правильные налоги. То есть, как правило, налоговая по этим вопросам предприниматель не наказывает. Не карающие? Не карающие. Вот конкретно по вопросам работников и работодателей. То есть, по этому вопросу. А по другим вопросам, конечно, в наш орган достаточно много обращений по работе, по итогам работы проверочной налоговых органов, но мы с ними тоже систематически проводим встречи, общаемся, снимаем эти вопросы. Что касается непосредственно неформальной занятости, я думаю, что это не такой пока острый для предпринимателей вопрос. Почему? Потому что им дает возможность исправить ошибки без каких-то карательных функций и санкций. Светлана, вот к вам вопрос. Вот вы как представитель общественной организации опоры России, да, вот мы говорили о том, что, наверное, работодателям надо учить. Вот вы с ними как-то, со своими предпринимателями, со своими коллегами как-то на эту тему общаетесь, показываете им, что вот надо правильно оформлять трудовые договоры? Ну, то есть мы, нет, мы вообще в практике у нас такое, что мы вообще выезжаем в учебное заведение, встречаем, ну, то есть действительно, когда будущих предпринимателям учим, да, рассказываем о всех реформах, о сложностях бизнеса, о том, что необходимо соблюдать законодательные инициативы, законодательства и трудовые, и пенсионы. То есть это понятно. Но, знаете, я хотела бы сказать глубже немножечко, вот когда говорили о том, что действительно очень было приятно слышать цифры и о том, отчет о работе налоговой службы по выявлению неформальной занятости, вы знаете, я как-то так задумал, что теперь я понимаю, что через какое-то время мы будем иметь обратный эффект. Ведь было сказано четко, что те предприниматели, те организации, которые сдают сведения. Вот здесь вот ключевое слово. То есть это те, кто, не говорим хотя бы, это не должно звучать вообще как-то, а те, кто действительно легализован, чья деятельность действительно имеет публичный характер. Они сдают сведения, они сдают отчеты. Я говорю о том, что скрыто за этими цифрами. Завтра их пригласили. Да, хорошо. Действительно, к налогову нет претензий, они молодцы. Теми малыми ресурсами своих кадров, специалистов, они действительно делают огромную работу по выявлению. Что делает бизнес? Те, которых пригласили. Завтра эта организация закрывается. А они понимают, что те, кто вообще ничего не сдаёт, тот, кто вообще в чёрной схеме, тот, кто вообще не существует даже априори в статусе предпринимателя или юридического лица, вот те, как... И вот он так же начинает задумываться. А не уйти ли мне вообще вот так вот, в эту схему? Потому что, оказывается, быть хотя бы получестным, я тут же остановлюсь битым розгами, ну или там ремешком. Ай-яй-яй. Ну, наверное, в связи с этим... Вот здесь вот есть как раз та самая обратная... Мы же понимаем, что рядом то же самое кафе, там вообще никто не оформил. Ну, наверное, в связи с этим, как раз для того, чтобы полностью легализовать весь бизнес, как раз была инициатива введения электронных кассовых аппаратов, которые полностью все предприятия должны будут внедрить с 1 января 2018 года. То есть поэтапный период. Ну, так получается, что почитают всех. За исключением совсем маленьких, там, тех, кто занимается, может, репетиторством, каких-то частными уроками. А так в основном вся экономика будет фактически доступна в сетевом формате, и сокрыть какие-то обороты фактически будет невозможно. И в этой сфере, конечно, я так предполагаю, у государства достаточно большие планы, в плане и обеления бизнеса, и отслеживания всех потоков, которые происходят. И к вопросу, можно все-таки вернуть к вопросу, который был задан, по поводу того, знают ли предприниматели и вообще руководители организации о своих прямых обязанностях. Было сказано, что они, в принципе, знают 100%, а нет. Вот как раз вот здесь, конечно, правовой ликбез необходимо проводить. Конечно, есть очень много учебных заведений, которые проводят какой-то курс молодого бойца, начинающих предпринимателей. Очень много. Но вы знаете, как раз вот не хватает прямой связи. Вот действительно сидит электр. К вам вопрос. Вы предпринимательство сообщества. Ну вы знаете, вот именно часто мы обращаемся, кстати, надо дать должное, и налоговой службе, и к Министерству труда, и экономического развития. Мы действительно обращаемся для того, чтобы, в общем-то, шли на наши встречи и давали разъяснения. Здесь, конечно, нет. Но вот приходит тот, кто, знаете, активный, тот, кто уже знает. Тот, кто хочет услышать в лучшем случае что-то новое. Что рафанное радио не работает в этом встрече? Вы знаете, я все-таки, может, скажу, какие-то вот мы говорим, что упростили вообще начало предпринимательской деятельности в нашей Российской Федерации, то есть законодательно. Все проще, все несет уведомительный характер, открылся. Открываем принцип одного окна, МФЦ приходим, завтра, через пять дней получаем свидетельство, и начинаем работать. Любого свидетельства. И вы знаете, вот здесь вот как раз, вот здесь вот в этом коридоре вот выходит он молодой боец невидимого фронта пока, потому что он действительно, он невидим, ни налоговая, ни министерства труда, ни министерства, ни Роспотребнадзора, скажем, еще многим федеральным органам фискальным. И вот здесь вот как раз, знаете, вот правовой. А ведь удобно, он не понимает, что, многие не понимают, что надо платить, и сколько, и кому. Вот знаете, реально, вот я вам честно говорю, что вот когда мы говорим о том, что надо платить, они не понимают, а зачем. В каждой инспекции у нас на постоянной основе проводятся специально обучающие семинары, куда приглашаются как бы все желающие. И это очень у нас активно развито. У нас вся информация имеется на нашем сайте. То есть можно посмотреть, где, в каком органе, по какой тематике проводится обучение. Это еще связано и с тем, что у нас очень много изменений по налоговому законодательству. Для того, чтобы уже все налогоплательщики оперативно представляли соответствующую отчетность, либо какие-то изменения отслеживали. То есть это все на постоянной основе. В том числе и проводятся обучающие семинары в учебных учреждениях, вот сама лично принимая участие. И с бухгалтерами проводятся такие же совещания, в том же числе и в торгово-промышленной палате. То есть это у нас очень, скажем так, активно в этом направлении работа ведется. И можно я еще дополню насчет того, что вы говорите, что бизнес уходит в тень. Это не совсем так, потому что мы также анализируем те организации, тех предпринимателей, которые осуществляют деятельность, у которых нет работников. То есть мы их тоже приглашаем на комиссии, тоже с ними беседуем для того, чтобы они свои трудовые отношения как бы из тени вывели. То есть такая работа тоже активно проводится, но и сейчас уже, наверное, в свете изменений налогового законодательства бизнесу уже невыгодно находиться в тени. Потому что здесь касается не только аспекта теневой заработной платы, но и аспекта по иным налогам. То есть поэтому здесь не совсем так. Я поддерживаю, и общая статистика за прошлый 15-й год говорит, что если объем занятых именно в малом предпринимательстве, в среднем бизнесе, трудового населения не изменился, но структура изменилась, структура что? Что значит? Количество индивидуальных предприятий увеличилось, количество ООШ-ик несколько уменьшилось. То есть, ну, во всяком случае, по тем данным, которые есть, она говорит о том, что, да, бизнес ищет, не уходит совсем в тень. Он ищет формы, более выгодные в этой экономической ситуации. Да, пожалуйста. На самом деле количество индивидуальных предпринимателей за 15-й год по сравнению с 14-м увеличилось на 700 предпринимателей, а количество числа ООО увеличилось на 160. Я говорю, что... В целом идет увеличение. Да, но именно тенденции идут в предпринимательство. И те, которые мы анализировали, ООО предприятий, которые прекратили свою деятельность в связи с нашими, ну, поднадзорными функциями, видим, что они не ушли с рынка, они деятельность продолжают, но оформив уже в качестве индивидуальных предпринимателей. И, продолжая эту тему, вот как раз о занятости, хотел бы сказать, да, мы контролирующие, мы ограничены и количеством возможностей проверок, и временным фактором. И есть один, получим, рычаг, который это все видит. Это руководство муниципальных образований. Это, будь то уровень села, будь то это района. И молодой человек или средний возраст начинает, если свою деятельность в любом формате, в сером формате, значит, в черном, как говорится, формате, да, он уже виден. И потому, пока мы придем, их увидим через какой-то период в статистических данных или в анализе периодов пройдет время, а непосредственно руководитель это видит на местах. Потому я хотел бы говорить, что ответственность и даже возможность и более эффективно воздействовать на эти проблемные участки в руках муниципальных органов. Мало того, что выявленные на наших комиссиях, комитетах факты нарушения или неправильное оформление, и мы передаем в прокуратуру, вот в прошлом году передано около 170, значит, сведений по лицензиям, это 20% от всего сообщества, кто имеет лицензии на следующую проверку. Ведь дальнейшее действие, трудовой договор может составить на полгода, на факт проверки, до конца года, а дальше будет продолжен или нет, или будет следующий этап необходимости прийти и проверяющим опять заакцентировать факт нарушения, или произойдет смена ИП, тем самым форму тоже уклонения. А ведь местные именно руководители будут видеть, что эта точка как работала 100 лет, так и работает. Значит, налоги должны платить, что по принуждению министерств и комитетов они выполнили. А дальше? Дальше именно вот видят, что точка работает, значит, они должны сами инициировать свою странную проверку и работу вести. Ты работаешь, плати. Ты работаешь, плати. Мы говорим о негативной части, но в результате нашей проверки есть и позитивные. То, что говорили с налоговой службой. Ну, например, в качестве позитивная могу сказать, что проведены были проверки значит, таких достаточно больших торговых центров. Это Шубашкар, Николаевский, Центральный, да. И в результате проверок замечаний или фактов нарушений в части проверяемых вопросов нашим министерствам не были выявлены. То есть там люди работают по оформленным трудовым договорам. Да, совершенно верно. Вы понимаете, это потому говорить однозначно, что в ходе проверки мы только так, какую-то негативную часть. Нет. Потому вот надо говорить и о позитивном. То есть предприниматели, зная, что требования существуют, значит, ведут нормальный образ деятельности, бизнеса, и обеспечивают и зарплаты соответствующие, и отчисления. Ну и, значит, как не прийти нам, как вот обычным гражданам, куда? Я психологически знаю, что мне проще и выгоднее с понимания прийти покупать и пользоваться услугами. Именно это не реклама, да. Таких центров, которые законно работают. По закону. Совершенно верно. Надо посмотреть на структуру неформальной занятости, несмотря на то, что звучит такая глобальная цифра 179 тысяч человек, нигде не зарегистрированных в страховых фондах. Надо обратить внимание на то, что определенное число людей ездят на вахту на работу, выезжают в Москву, выезжают в Санкт-Петербург, Казань, и они, безусловно, не проходят по данным нашего пенсионного фонда. Хотя, возможно, они там устроены, и, возможно, может быть, они там тоже не устроены, конечно, да. Но я так думаю, что вот в этом числе неформально занятых людей мне кажется, процентов 70 где-то. И всего 30 процентов остается на тех людей, которые у нас неформально работают. Вот я хочу продолжить вопрос относительно добросовестности предпринимателей, работающих в торговле. На самом деле, в тех торговых сетях и даже в торговых точках, в которых предприниматели работают, будь то на рынке Елена, будь то на всех рынках, то есть не будем делать рекламу сейчас. Фактически, благодаря проверочной тоже деятельности, практически все работники официально устроены. Это вот про торговлю можно сказать так. Но возникает небольшой пласт, те, кто занимается индивидуальной трудовой деятельностью в плане обучения, проведения каких-то семинаров, лекций, самозанятые, надомники. Вот этот небольшой пласт еще остался в плане тех, кого не посчитали. Надомники, швея, ну, сошьет она платье за 2000 рублей. Сколько же она с этих 2000 должна заплатить налогов? Поэтому была инициатива, во-первых, она может зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, получить патент, заплатить совсем небольшую сумму. Опять же, конечно, пугает предпринимателей сумма страховых фондов, которые сейчас пенсионные фонды составляют по прошлому году, я так понимаю, 17 тысяч, да? 23 тысячи в прошлом году. Вот эта сумма как раз отпугивает предпринимателей, потому что, если 23 тысячи разделить помесячно, получается, нужно 2000 рублей. Но если та же швея нормально зарабатывает, которая дома сидит, 15 тысяч, то 2000 рублей это достаточно для нее большая сумма. А все-таки в швейном секторе средняя заработная плата как раз около 15 тысяч. она официальная и неофициальная, она такая крутится. На предприятиях промышленности швея. Потому что в противном случае швейное производство перестает быть конкурентоспособным. Потому что если будут предпринимателям платить больше швеям, чем вот эту сумму, то, соответственно, она становится неконкурентоспособным. Они все уходят в стене и занимаются на дому. Когда проблема имеет такой большой, серьезный характер, надо посмотреть, какой-то мозговой штурм устроить, каким образом поменять, таким образом законодательство, чтобы было с одной стороны выгодно платить, а с другой стороны было опасно не платить. То есть в таком случае, я думаю, что и надо в обществе обсуждать эти механизмы и подходы, в том числе с предпринимательским сообществом. Я уверен, что предприниматели сами подскажут, как выйти из этой ситуации и красиво, и в то же время, чтобы было, чтобы хотелось платить налоги. Татьяна, я хотела добавить в часть того, что вы затронули тему налоговых изменений. Хочу обратить внимание всех организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выплачивают доходы физическим лицам, что с этого года внесены изменения в налоговый кодекс, и теперь такие налоговые агенты обязаны будут ежеквартально сдавать расчеты о всех выплаченных доходах физическим лицам, исчисленных налогов и уплаченных в бюджет. Поэтому сейчас уже мониторинг становится более прозрачным, то есть и мы уже будем проводить налоговое администрирование чаще, и уже исходя из тех сведений, которые будут представляться в рамках налогового законодательства. Продолжая изменения законодательства, пользуясь случаем, что передачу будут смотреть и организаторы бизнесов, хотел бы напомнить, что с 1 января текущего года 2016 года произошли изменения трудового законодательства и в части статьи 56.1 запрещение заемного труда. Прошу ознакомиться и откорректировать свои внутренние взаимоотношения с работниками согласно действующему законодательству. Я думаю, нам пора завершать. Мне кажется, эта тема действительно безгранична. Мы можем говорить долго, обсуждать долго. Я надеюсь, что у наших телезрителей возникли свои мысли по поводу неформальной занятости, по поводу каких-то налоговых изменений, возможно, улучшение всей налоговой системы, чтобы действительно и предприниматели выходили из тени, и работники оформлялись официально. 25 лет, там чуть больше, Россия живет в новых условиях, когда у нас появились предприниматели, официальные предприниматели. У нас появился бизнес, малый, средний, крупный. И эти 25 лет мы учимся, мы учимся быть предпринимателями, мы учимся правильно платить налоги, мы учимся правильно оформлять сотрудников, мы учимся наполнять государственную казну для того, чтобы государство жило, и мы с вами могли получать какие-то и социальные выплаты, и медицинское обслуживание. И, наверное, это не тема одной нашей беседы, наверное, это тема не нашей республики в целом, это проблема, которая должна решаться на уровне всей России. И очень надеюсь, что и с помощью нашей программы, с помощью наших мыслей, с помощью ваших действий как предпринимателя и вас как государственных людей возможно ситуация улучшится и действительно будет невыгодно оформлять людей на работу без трудового... Не оформлять людей на работу, чтобы действительно люди работали по трудовым соглашениям и потом получали достойные пенсии. Спасибо большое за участие и надеюсь, что мы еще раз встретимся по этой теме в нашей студии. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Продолжение следует...